здравствуйте друзья мы на нашем канале новую рубрику такую создаем которая будет называться моя первая работа в сша люди которые здесь могут быть даже достаточно продолжительное время вспомнят как вот было с первой работы я понимаю что первая работа это то что волнует многих новичков или там те кто собирается стать новичками поэтому мы так вот начнем с себя и светлана нам расскажет как она получила свою первую работу что это была за работа откуда взялась и так далее давай мы приехали в довольно таки тяжелое время это было время рецессии это был конец 90 года начинал из рецессии начинал с рецессии девяносто первые годы и очень многие магазины вот в центре города были забиты досками крест на крест очень состояние вид был такой военный да еще эти белой краской они краской из угла в угол так закрашен и тут вот мы значит свалились как снег на голову совершенно не понимая вообще что мы как мы куда собственно идти история такая что в америке никто не хочет брать человека без опыт работы то есть хотят проверить референсы но хотят поговорить с твоим предыдущим нанимателям и первую работу получить очень лишь ты говоришь про интеллигентную работу хай вообще любую работу 1 получить очень тяжело то первая работа может быть русском магазин нидите вопрос да возьму потому что ты говоришь не говоришь по-английски это лишь по-русски и тебе дадут небольшие деньги вот такая мы тогда но мы как бы не хотели эти магазин это было не совсем то что вы не было свет не но мы даже не пытались на самом деле мы не знали есть и что нас научили делать люди они сказали что на первую работу нужно идти туда где денег не платят волонтерам так называемым волонтером на халяву дает но не всякий бизнес возьмет людей на такие волонтерские позиции сегодня конечно очень много можно найти стартапов вполне которые занимаются интеллигентными вещами которых нет денег платить и сразу выходишь на хозяина этого стартапа он с удовольствием будет вас эксплуатировать за бесплатно за то чтобы получить референс и сегодня это в общем-то довольно такая приемлемая практика в 90-е годы вот нас кто-то научил и мы значит стали искать места куда бы нас взять я только уточнил все это если ты не возражаешь юридически в соединенных штатах брать волонтеров бизнеса не мог это разрешается нон-профитом и вот госпиталям госпиталь там можно быть волонтером не вот абсолютно любая общественная организация сегодня если это стартап маленькие только вот начинающиеся у них нету денег они с удовольствием возьмут бесплатно никому об этом не скажут я про законную часть действительно бизнес и большие никогда не возьмут а почему не возьмут потому что это вопрос ответственности если с вами что-то случится на рабочем месте и выяснится что вы не получаете денег то компании мало не покажется на нее так наедут страховой компании всякое такое что проще не связываться вот это вот причина по которой большие бизнесы не будут вас брать видео да только большие те кто чистенькие и аккуратно работают они не берут волонтеров поэтому наш путь был в нон-профиты общество общественная организация была такая организация которая называется ариба хунтас это вместе наверх это значит вместе прорываться вот из того места где мы находимся куда-то там наверх это мексиканский нон-профит и вот нам тоже хотелось прорываться наверх и я там оказалась причем я договорилась с ними что я буду бесплатно у них работать и что я делаю буквально какую-то самую элементарную какую-то канцелярскую работу чтобы какие-то дела там разбирали что-то скрепками сшивали чем чепуху полную делали но что получилось дальше таким же волонтером туда пришел американец белый хороший развитый умный американец который в жизни никогда не получал нормальной зарплаты а все время перебивается с белфера на какую-то низкооплачиваемую работу и для меня было шоком на самом деле просто познакомить с таким человеком который ну все при нем абсолютно златоуст златоуст хорошо разговаривает грамотные эрудировали у него мастер дегребов да 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 семья у него была и вот человек который вот так вот он как-то между небом и землей то он на белфере то он не на белфере в общем он пришел таким же волонтером как и я в этот нон-профит с тем чтобы пробить деньги есть такой у нас совет называется private industry console пик и вот они дают деньги на всякие такие программы нон-профиты по развитию рабочей силы да по пробиванию как раз наверх то что было по профилю это риви хонтас и он такой будучи грамотным американским человеком он составил целую кучу бумаг целую кучу программ а в то время шли увольнения непрерывные вот на наших глазах соседние там это таунтауне сан-франциско мест находилась там находится большое отделение мэйсиса они там сократили там две-три тысячи человек причем это самые низкооплачиваемые были работники которые получали по 5 долларов в час компьютера в глаза не видели и на самом деле по-английски так через пень колоду и я помню на то время на 90-е годы не было зарплата 5 долларов в час это не было минимальная зарплата минимальная была там типа 430 425 так вот значит что он хоть предложил сделать он предложил обучать этих людей которых сократили каким-то элементом компьютерной грамотности то есть туда входил какой-то вот процессор да по-моему это был даже вот перфект это не про еще ворда еще не был девяностый год это был лотус в раз-два-три вот и мы предложили им включить туда еще и тайпинг да благо вот миша его перевел каким-то образом на латинскую клавиатуру и мы предложили им и туда еще включить тайпинг тоже те кто на те кто не знает я автор метода быстрого обучения тайпингу машинописи и когда вы приехали в сша я переделал это все на английскую клавиатуру на американскую и так часа за четыре эту клавиатуру можно слепую освоить не быстро не быстро да но во всяком случае для людей которые глаза компьютер не видели машинки тоже печатать никогда с рода не умели для них это было хорошим таким подспорьем в том самом пробивании наверх о котором мы говорим значит прошло какое то время да я все это время работала естественно бесплатно но это не только был парни и этот долго занимал потому что вот этот правит посыка правит индусе канцелл это такая бюрократическая государственная контора которые быстро все это они сошли на него конечно это правит индустрии для нас три ну вообще не знаю все это пробивалось не быстро они должны были дать свое добро на открытие таких классов но в итоге прошло может месяца три-четыре выделили деньги за все эти три-четыре месяца я хотел туда делать канцелярскую работу но по мере того как он поддавал документы туда я тоже принимал участие в этих документах там и где-то бы составляли учебный план что у нас сколько часов будет но стала работа уже такая более интересная мне было это тоже интересно поскольку у меня все-таки там я какое отношение к образованию то имела прошлой жизни мне было это тоже интересно составлять эти планы и программы и так далее вот значит все-таки разрешили нам вести эти курсы дали нам деньги и вот таким образом я стала получать деньги в этой конторе потому что там платили там платили 1250 в час но это не было фултайм работы на 40 часов в неделю а это была работа на 32 часа в неделю то есть пятница ничего пятница не работала и вот за каждые вот эти 32 часа я получал 1250 в час то есть это 100 долларов в день группа это были не очень большие деньги но это было практически так то есть у нас там шло в параллель сразу два учебных класса и это практически весь день были занятия то есть это 8 часовой рабочий день да вот я и он мы так друг друга подменяли по очереди это было в общем довольно большая такая преподавательская работа учитывая что мы только приехали это было девяносто первый год самое начало девяносто первого года но конечно язык еще тоже тут не очень и самое смешное что я тогда обнаружила что когда я разговариваю с ним у него был прекрасный язык то есть отлично все я как-то там лопотала и чувствовала себя что я говорю хорошо как только я начинал говорить с нашими студентами которые сами по-английски через пень колоду я чувствовал что я в полной яме я вообще не могу двух слов связать то есть это был просто критический момент вот начали мы вот эти три предмета тайпинг лотусы 1 2 3 вот нехитрые какие-то вещички мы составили упражнения вот эта работа должна была каждый квартал каждый семестр продлеваться вот значит продлевалась она и сейчас подумаю значит это все продолжалось до лето девяносто второго года даже лету девяносто второго года позор для этого года это был год наверно да с лета девяносто первого полета девяносто второго и после этого этот правильный индекс рекордсов стал что они не хотят больше не скрывали видео они не очень успешны были вашего вот дело в чем что в принципе да все вот эти вот нон профиты они должны показывать какой-то плейсмэн трейд это вот как раз больше уровень трудоустройства до уровень трудоустройства это то вот почему собственно нас очень любят всякие вот государственные органы и там он и поймут и все потому что сейчас сейчас да 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 потому что все таки мы реально где устраивали работу да там вроде бы помощь даже какая-то предлагалась у нас даже среди сотрудников вот этого арипа хунтас был человек который должен был заниматься плейсментом наделали они все это из рук он плохо как-то никого толком никуда не устраивали вот с этим была большая крылья же был ужасный рынок был с одной стороны ужасно с другой стороны эти люди малообразованные чуть-чуть чуть-чуть что они там часов было я сейчас несколько не скажу сколько часов было на их подготовку но они едва 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 тюкали на этом компьютере что там такой печатали такие люди конечно никому были не нужны вот и конечно очень трудно было пробиться но что меня это самое потрясло совершенно да мы только приехали в страну и чувствовали себя конечно очень бедными но считали буквально каждый доллар наши студенты которые в самое лучшее время своей жизни работали на 5 долларов в час а я все-таки получала до 12 50 это не 5 долларов они выходили на соседнюю дверь была макдональдс и в ланч ходили брали там бутерброд идти там кок и там все что положено брать макдональдсе а я себе этого позволить не могла то есть я подумал как я могу там 350 отдать вот за этот комплексный обед макдональдс это очень дорого для меня собой еду какую-то брала они заходили совершенно нормально все чувствовали ощущение денег другое да и они это самое как бы я думала надо же вот как они себя чувствуют так нормально я не принимала это было серьезное впечатление я тоже когда на первой своей работе такой я был очень удивлен то есть те кого мы учили я тоже преподавал тем как потерял работу и они тратили на гораздо больше денег чем вот мы которые преподавали да и мы как-то считали что этот твой парень парень как его звали с прусс да этот брюс он мне запомнился тем что однажды мы там я тоже пришел и мы готовили помещение какое-то четку там прибирали ведь чтобы они могли там заниматься и я в то время пытался понять вот эту систему суффиксов не суффиксов я извиняюсь а вот слова которые уточняют действия в английском языке они идут сзади а в русском они идут виде приставки там не писать на предлоге приставки значит на делал за делал у делал вот делал давайте вот мы значит мы мы приставка регулируем а у них слова добавляется да вот там в частности он говорит вот там давайте помогите мне эту клина плена 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 и я ему говорю слушай говорю а вот если бы например было не clean up а было бы скажем clean down это чтобы значил и он говорит задумавшись он такой почесал репу и говорит знаешь что если если clean down тогда наверное мы бы стали под карпет заметать как говорит он и это это меня очень тогда развеселило вот есть такой момент когда приходится осмысливать вот эти вот слова которыми там действие уточняется up down away on off там и так далее вот это ладно значит я думаю светик твой рассказ о первой работе который продолжался год мы почти закончили а что то есть интересные моменты связаны например когда праздновался крисмас то они устроили в каком-то ресторане они устроили ужин и пригласили нас туда с ними поучаствовать и вот это мы первый раз для нас это было очень почетно мы красиво оделись там за это пошли в этот ресторан но нам не забывать все таки что это вот но профит мексиканский вообще мексиканская еда такая для мексиканцев она довольно острая и вот значит мы ждали очень долго пока нас на запустят и все как-то после работы было голодновато уже есть хотел и вот значит они дали какую-то еду который с виду была вполне съедобная я помню тут уже осталось воспоминания что я взяла это в рот и поняла что мне есть невозможно потому что вгорело всего и смотрите лошадки торчат 2 я думаю что их видно так что вот и это было во первое такое знакомство с такой острой едой я поняла что такую еду есть не нравится более того я по незнанию стала запивать холодной водой этого делать нельзя потому что от этого чем на берется ну забирать точно нельзя по-моему за есть чем-то хлебом или чем-то но как здесь острый очень-то это много только хуже становится от холодной воды вот мы вот так вот получилось что мы так это не словно хлебавший оттуда и ушли я понял ну хорошо свет ладно мы прощаемся с ребятами и считаем что сюжет на тему моя первая работа в сша у нас записан